Приветствую вас златолики и бизоны, с вами Федорович, а сегодня я хочу сделать новую рубрику про то, где самые крутые бойцы, фантастические удары и невероятный бесконтакт. Правильно, в индийских фильмах. И сегодня мы с вами посмотрим невероятный шедевр кинематографа, который сможет осознать только тот, кто познал вибрацию холодца на кончике вилки. Быстро слово льется, да медленно фильм начинается. Особенно индийский. Пять минут нас предупреждают о вреде курения и алкоголя, за что режиссером уважуха. Кстати, первая и последняя за весь фильм. Затем нам говорят, что ни одно животное не пострадало, особенно быки. Почему быки, поймете потом. Хотя я понимаю, зачем они это делают. После передоза невероятно забористой афганской шмали, пацаны написали сценарий этого фильма. А потом, когда пошли в кинотеатр и увидели, что же они натворили, решили предостеречь всех зрителей от своих ошибок. Охренительное начало фильма, от которого уже можно обделаться и переключиться на клип Филиппа Киркорова. Может, для глаз это и такой же ужас, как прыщавый горбун из Ноттердама, который пробивает кувалдой череп красотки. Но ужас для ушей затмит ужас для зрения. В общем, дитя гнома и верблюда пакует красавицу, которая оказывается супермоделью на обложках всех журналов, в корзину и со слезами счастья на глазах на поезде увозит в свою пещеру. Ну, под такой трагический момент для человечества и момент невероятного счастья для всех жирных прыщавых задротов, которым показали, как можно заполучить суперкрасавицу без вариантов с отказом, Конечно же, нужно добавить танцы. Да не просто танцы, а рекламу каких-то китайских часов, сумочек для принцесс и невероятного шампуня, способного вымыть даже волосы после навоза. Учитесь, сопляки из Голливуда, как косить бабло. А пока мы наслаждаемся божественными танцами, Чупакабра привез принцессу в заброшенный дом и приковал руки цепями. Если бы это был немецкий фильм, я бы взял попкорн и посмотрел, что он будет с ней делать в таком положении. Но индийские братья, слава святым коровам, не такие. Подождите, подождите, не переключайтесь и никуда не уходите. Я знаю, что вы скажете. И я пришел посмотреть на индийского Брюса Ли, а не на порнуху конька, горбунка и принцессы. Но я должен был вас подготовить к той фантастике, которая вас ждет впереди. Итак, главный хрен в мире животных – это лохмато-усатый наркоман, который после сна сразу жрет какую-то траву из носка, привязанного к решетке окна. Я даже не буду в это углубляться. Дальше, после славного прихода, он бежит. Нет, не в сортир, а в качалку, где в диком восторге начинает тягать веса. Но приход – дело быстротечное, и мужик отключается прямо на тренажере. Потом его откачивают, и лучшие качки района начинают его чмырить за то, что этот дрыщ отъехал на снаряде и, как настоящий подснежник, не умеет рассчитывать вес. Но наш мать его, Чакрабортий, дерзко смеется им в лицо и говорит страшное слово «фак ю». Только по-индийски, после чего гордо уходит. Дальше нам показывают, что главный герой не просто накачанный обдолбыш, он еще и фетишист, который покупают кучу бабской фигни только потому, что ее рекламирует супермодель, которую украли. То есть зрители должны догадаться, что мужик в нее влюблен и будет готов на все. Когда горит налоговая, люди всегда помогают кто чем может. Кто бумагой, кто дровами, кто бензинчик подольет. А после просмотра таких феноменальных фильмов, всегда хочется, чтобы тебе помог психолог. Но я знаю, что вы стойкие ребята и выдержите то, что сейчас увидите. После обжираловки перед телеком, наш индийский Брюс Ли идет прямо на соревнования по бодибилдингу. Не, ну а че, все равно судьи купленные, можно выходить на помост в любой форме. Что успешно и делает наш обдолбыш. Даже про фану сразу видно, что на сцене есть реально толковые бодибилдеры. Но наш главный герой на то и главный герой, чтобы побеждать в чемпионате с жирным пузом и полным отсутствием мышц на ногах. Конечно же, после такого судейского беспредела, реальный монстр, который, кстати, в два раза больше нашего кучеряшки, подходит к нему с предъявами. Но в жизни бывает и так, что листик тонет, а камень плывет. Поэтому индийский Александр Невский дерзко отвечает что-то вроде «Я тебя и твоих дружков на грифе вертел». После чего начинается самый безумный перекачанный сиськовый махач в истории кинематографа. Конечно, после таких знатных плюх по чердаку железным грифом, блином и гирями, все отмороженные качки сразу стали друзьями. Теперь вы поняли, почему в начале фильма писали, что ни один бык не пострадал. Но не стоит забывать про нашего Фредди Крюгера, который проник в город и заживо спалил перекачанного обидчика Брюса Ли. Вы спросите, за что? Да хрен его знает. А в это время наш индийский боярский решил отпраздновать свою феноменальную победу ошеломляющим танцем посреди речки из говна и мусора. Почему? Помните утреннюю траву, которую он сожрал, только проснувшись? Так вот, это новая разработка индийских химиков, которые достигли эффекта двойного прихода. И, видать, нашего усача зацепила снова. Поэтому в порыве галлюцинаций он хочет совокупиться с телефоном, мотоциклом, телевизором, штангой и, конечно же, рыбой, которая стала русалкой. Но в итоге это все оказывается чудным сном нашего Брюслика, который не выдержал очередной приход и лег спать вместе с живой рыбой. Как говорится, если любить женщину, то такую, с которой не стыдно попасться на глаза жене. А если смотреть фильм, то только такой, который заставит переосмыслить свое существование. Именно как наш. Ну а пока вы переосмысливаете, что же произошло, вот вам добавочка. После невиданного чуда, наш Брюслик хрен знает, как разбогател, сбрил усы и подстригся, что позволило ему пригласить супермодель. Любовь всей его жизни на свидание. Как она выбралась, я не знаю. И не заморачивайтесь такой ерундой. Ну а где же провести первое свидание, если не на кладбище? Ну а что же там можно делать? Конечно, танцевать на могилах. Оказалось, что у этой принцессы есть ухажер, который приревновал ее к Бруслику и нанял, кого бы вы думали, конечно, китайскую триаду. Ведь у них там целый картель по незаконной переправке святых коров на мясокомбинаты прожорливых китайцев. В общем, сотня вооруженных до забыв кунг-фуистов нападает на нашего чемпокачка. Но тот показывает, что волшебная трава дает ему не только классные порноглюки, но и супер-мощь и разносит всю банду в хлам. Кстати, индусы никогда не заморачиваются над тем, как главный герой стал супер-бойцом. Ну так иногда ходил в тренажерочку, чтобы стать местным чемпионом по бодибилдингу, и все. И видать там иногда лупил мешок, который висел. После уничтожения всей китайской диаспоры в Индии, он жадно лижется с супермоделью. Большая удача влечет за собой много мелких неприятностей. А счастливый конец фильма – много странных решений от нашего гениального режиссера, который замутил в конце просто невероятную жесть. Индийский боярский приходит к доктору и говорит, что у него выпадают волосы. На что доктор говорит, не парься, братан, просто носи кепку. Потом у индийского брюслика выпадает зуб. На что доктор опять говорит, не кипишуй, я умею лечить только насморк. Затем лысый беззубый качок показывает горб и волдыри по всему телу. На что лучший в мире доктор говорит, не задрачуй и вали отсюда умирать в сарае. И только сейчас мы понимаем, что горбатое дитя гориллы и опоссума – это и есть наш индийский брюслик, который подстроил свою смерть, разбив машину стоимости в половину бюджета Индии. Как вам, мать его, такая развязка? Теперь-то понятно, почему он украл супермодель и спалил кхерам качка обидчика в начале фильма. Большой талант созревает долго, а такой гениальный талантище, как у нашего сценариста, созревает, как заборная трава в Сибири, раз в тысячу лет. Если вы теперь думаете, что вам стало все понятно и ясно – обломайтесь! Сейчас ваши мозги взорвутся! Вурдалака освобождает супермодель и все ей рассказывает, после чего попадает на злодейский сходняк, где и узнает, что за хрень с ним произошла. Оказывается, тот самый доктор, который послал Брюслика сдыхать, влюбился в его возлюбленную супермодель еще в далеком прошлом, когда-то была ребенком, и мочил всех ее ухажеров. А когда узнал, что кучерявый Боярский стал стильным мажором и очаровал продажную супермодель, вколол ему вирус от Амбреллы и сделал его уродцем. Затем оказывается, что все, кого убили в фильме, выжили и тоже стали мегамонстрами, по сравнению с которым наш горбатый герой кажется милым симпатягой. В эпичной финальной битве горбатого Брюса Ли с бывшим ухажером-злодеем моделей побеждает наш качок, облив злодея кислотой и поджарив на высоковольтном кабеле. Но режиссеры фильма, будучи слишком добрыми к актерам и беспощадными к зрителям, оставляют слава святым рогам всех в живых, только делают из них мегауродцев, из врача-злодея в том числе. Но доброта сценаристов не имеет границ и по ходу дела супермодель стала настолько озабоченной извращенкой, что готова была отдаться горбатому уродцу, который в свою очередь, избавившись от сперматоксикоза и, конечно же, благодаря силой любви, начал поправляться и обретать прежний вид. Маленькие люди всегда бьют ниже пояса, а большие создают такие фантастические и гениальные картины, как наши. Надеюсь, вы уловили главную светлую нить этой феноменальной ленты, и теперь ваша жизнь преобразовалась. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях, а в комментах напишите, что же вам понравилось больше всего в этом шедевре. А поддержать канал и получить мою благодарность вселенской силой, вы можете, став спонсором канала даже за символическую сумму в пару долларов по ссылке в описании или возле кнопки подписаться, увековечив свое имя в конце видео и получив плюс 100 к карме. А если вы хотите привести себя в форму и освоить навыки самообороны и ударной техники в стиле муай-тай, а также посмотреть серьезные обзоры боев и бойцов, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании или забирайте бесплатные видеокурсы также по ссылкам в описании. И не забудьте подписаться на телеграм-группу «Движуха с Федоровичем», куда я даю полезные фишки, наработки, мотивирую и анонсирую предстоящие спортивные движухи. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках!